Дарк Сол 2 Дарк Сол 2 Дарк Сол 3 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 это такая ерунда. Абсолютно не имеет потенциала. Но все равно это уже не важно. Мы пока продолжим с этим оружием. Если мы не будем справляться, то я сменю его. Все. В прошлой серии мы получили кольцо и убили короля, да? Теперь пойдемте проходить дальше. Здесь мы все прошли. Здесь мы все прошли. Абсолютно все прошли. Холм грешницы. Я убил, кстати, еще раз грешницу. Убивал. То есть я на НГ++ тоже ее убивал. Так, башня луны нам не нужна. Нам сейчас нужно открывать двери, правильно? Пойдемте открывать потихонечку двери. Напомню, что у нас есть ключ короля. И он открывает минимум 3 или 4 двери, я вот не помню. Кстати, смотрите. Помните эту стенку? Все же ее можно взорвать с этой стороны. Оказывается, можно. Для этого в идеале подойти вплотную, да? И кинуть эти вот... Как это называется? Сейчас, секунду. Они у меня есть вообще? Вот они. Огненные бомбы, да? И, по-моему, нужно кинуть 2 штуки вот так вплотную, и с этой стороны вы сможете взорвать. Да. Все, идем дальше. Мы сейчас идем открывать дверьку. Не забывайте, что здесь все крипы на NG+. То есть у меня магическое оружие, я зачаровываю его магией. Вся логика в этом. Ну, я говорю, я не скажу, что оно мне прям так сильно понравилось. Хочется играть за него, но... весь потенциал этого оружия, он был уничтожен. Еще когда разрабатывали. Вот сделали, хотя бы там, не знаю, показатель, скалирование нормальное, да? Чтоб там по 500, по 600 атака была. О-о-о. А, вот это называется NG+. Кстати, я и забыл. Даже не знал, что он здесь. А-а-а. Так еще и двое. О-о-о. Сходили к оролю. О-о-о. О-о-о. Так, дяденька, извините, извините. Сейчас я глотну водички. Казалось бы, столько ударов, да, что я бы мог его давно убить. Но нет. Вот и все. Просто нет. Потому что вся атака, видите, она делится на каждый удар. В итоге, или вы ударите оружием один раз, или вы этим ударите, не знаю, 20 раз. Да сдохни ты уже. Разницы никакой не будет. Никакой разницы. То есть, тоже у меня есть алибарда, с которой я прошел прошлую игру. Одна из самых сильных алибард в игре. Видите, да? 287. Если бы я ее не разделял, там атака у нее 401. На 10-ом апгрейде 401 или 410 атака. Представляете? И скалирование А от силы. То есть, там спокойно можно собрать атаку 600. И поверьте, вот с этой алибардой, да, я убью 15 раз быстрее, чем с этим оружием. Но все равно я хочу просто попробовать. А-а-а, это который бьет, да, клинками неприятно. И клинками этими. Он это, волк-кик цепляет, встану и все. Давай, братьюня. Ну, это даже за пример, смотрите. Ну вот. Да, нанес урон. А если сейчас все... О, мне еще и тяжело, оказывается, стало. Они фига все. А, вот это фигни, да? Вот так. Просто, опять же, я говорю, что я люблю эксперименты, да. Люблю оригинальность. Вот этого оружия... О, видали, он хотел за спины меня поймать, смотрите. О, молодец. Ах, повезло. Видели, сработал крит, такой звук был. Это вот перчатки. Ну, хотя там процент, шанс крита, там, по-моему, 5%. Все, открываем первую дверь. Open the door. Кольцо королевы нужно нам. Кольцо короля. Вот такое еще страшное, бомжовское. Вот оно. Реально, нужно приходить на это оружие и голову у него ломать. Ну, потом посмотрим. Вот это оружие. А я уже очень много оружия пробовал. Посмотрите только. Вот у меня есть черный меч из клепа. Тоже очень сильное оружие. Он тоже под 600 собирается. Вот он, наш костерчик. Нам сейчас нужно идти... Ааа, мы сейчас не можем идти в воспоминания. Точно! Хорошо. Тогда нам остается одна дорога. В ад. Здесь у нас плюшка. Кстати, блин, я не могу обратно вернуться. Я вот не понял, что за звук такой поднимающийся. Плохое место, конечно. Ну ладно, давайте сейчас пробежимся быстренько. Ну хорошо, тогда пойдем в новую локацию. В принципе, здесь мы уже все сделали. Ой, как больно, да? Ладно, они все бегут, бегут. Сейчас быстренько домой сходим. Пошла отсюда. Пошла отсюда, дрянь. Куда ты полезла? Ого-го! Нифига! Во-во-во-во-во! Фиталити! Потом я захожу вот сюда вот и вхожу в дырочку. В черную дырочку. Потом оп-оп-оп-оп-оп. Смотрите, как разрываю. Просто на куски разрываю. Ну я говорю, безусловно, у этого оружия есть потенциал. В первую очередь... О, сработал крит. В первую очередь. Какой же это потенциал? Само собой, это отравление и кровотечение. Это логично. Почему? Абсолютно все логично. Даже, не знаю, даже глупый человек поймет это. Потому что для отравления нужно примерно 4 удара. И для кровотечения тоже там примерно 4 удара, да? И плюс это в оружии, что, видите, он очень быстро наносит эти удары. То есть, делаешь один прокаст, все, удары нанесены. Ну я говорил, отравление и кровотечение в игре ПВЕ, ну и ПВП. ПВП, в принципе, это неплохо, согласен, когда ты отравляешь или кровотечение. Это то, что бывает путает вашего врага. То есть, он сначала думает, о, мне мало, там, ХП отнимают. А потом вас целый кусок оторвало. Но в ПВЕ это абсолютно бесполезная вещь. Абсолютно бесполебабл вещебабл. Просто, не знаю, если вы хотите победить игру с удовольствием, то или вкачайтесь в мага, вот лучше всего в молнии. Там еще есть такая читерская способность, да? По-моему, гнев бога. Ой, это забейте, просто. Там ты взрываешься, да, и там, не знаю, может сразу минус 10 человек сделает. Но ее сложно достать, в этом-то проблема. А почему я здесь бегал? А-а-а, все понятно, мы здесь все сделали, идем дальше. Нам нужно идти сюда, вот сюда, вот. Там у нас будет дверь короля, в которую раньше мы не могли бы идти, потому что у нас не было кольца королевы. Короля. Так вот, или магию, или, например, берите, да, алибарду, которую я говорил. Ой, опять я много веса взял. Она тоже тяжелая, да? Вот у меня весит 18 килограмм, это чушь. 16, значит, ей даже меньше весит. Вот, очень сильная алибарда. Или в две руки, или даже можно в одну руку, да, у нее хорошая анимация. Видите, она сначала бьет сверху, а потом тыкает. Офигенная анимация. Я вот сейчас пробовал, помните, если это Железный замок, я там заюзал НГ+, не помню, вы видели, нет? Чтобы пофармить катану. И, а я забыл, что я хотел там еще убить преследователя в этом Железном замке. Ну так, немножечко забыл. Потом, когда вспомнил, опа, а там же уже все, НГ+. Да, это была проблема. Я вот пробовал убить преследователя клинками, да, двойным клинком. Такая чушь бесполезная. Ну, убил спокойно только вот парирование и вот это вот алибарда. В одной руке полирование щит, в другой руке алибарда. Офигенное оружие. Фу, фу. Смотрите, в принципе, она даже быстро бьет, смотрите, да. Я ее вкачал в электричество, потому что молния, да, самая такая матная стихия. Тем более, у меня есть рецепт оружия электрического. Но все равно, просто иногда хочется оригинальности. Вот там эти бегают обезьянки. О, окаменевшая кость дракона. Ну, неплохо. Хотя, фиг его знает. Это для оружия из душ боссов. Попробуем убить? Ну, давайте, давайте, мрази. Вот видите, одна из офигенных атак. О, все, 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 спокойно. О, да что ж такое-то? Нет. Очень опасно. Еще удар давить, у меня будет окаменелость. Это будет плохо, конечно. Так, спокойно, спокойно. Для начала, можно пробовать вот так вот сделать. Нам эта больше чушь не нужна. У меня нету когтя, как ни странно. Когтя против окаменелости, да? Ну, ладно. Все, пойдемте убьем. У нас ждет интересная локация. А, это я уже убил. Непонятно, видите, где я сдохаю, где я не сдохаю. Эй, чушка. На! Вот так он очень сильно бьет. Ну, по 600, собственно говоря. О, смотрите. А я не знал, что здесь сундук, честно сказать. Темная маска. Я не знал, что здесь мимик. Ну, точнее говоря, что я не помню, что он здесь стоит. Все, у нас, в принципе, как я и говорил, да, что из этого сундука мимика выпадают черные доспехи. Вот у нас собранный черный сет. Здесь у нас костер должен быть. Давай костерчик. Я еще не знаю, зачем я взял это оружие. Я, по-моему, играю другим оружием. Начнем с этого. И у меня раскачка, так сказать, другое оружие. Вася! Вот еще алебарда синего рыцаря. Я ее... Я убил синего рыцаря. Который, помните, вступаете в коминант, я его убил, короче. Этого стража синего. Ради этой фигни. Ну, ничего страшного. Там потом можно будет его воскресить. Так. Ну, пойдемте тогда. Ну, берем пока мое оружие. Я говорю, играю с ним. Ну, скорее всего, я потом посмотрю, что-нибудь придумаю. В первую очередь, все зависит от того, как я буду убивать. Как буду убивать врагов. Если буду убивать легко, без напряга, то... Ну, без проблем, власть. Так, все. Нам уже эти чушки не нужны. Мы просто идем дальше. Может быть, здесь что-нибудь у нас есть? Да-да-да. Огненная семья. Ну, я уже свою перчатку апгрейдил до конца. Пиромантию. Кстати, тоже интересная вот эта вот пиромантия. Можно как-нибудь попробовать полностью пройти только на пиромантии. То есть взять в две руки перчатки. Хотя, смысл в две руки, я не знаю. Но можно попробовать. Даже помните, когда мы убивали Медузу, да? Там был шут. У нее тоже пиромантия была в двух руках. В руках. В руках. Вот она новая локация. Ну, тогда это у нас игровой персонаж. Я сейчас не помню его. Почему он здесь появился? Э, стоп. Это же это дура, да? Смотрите. Ха-ха. Это же девушка, с которой мы играли. Ну, давай, драка-рака. Вау, вау. Я-то крутой уже. Я вот не понял, это фигню ломает. Там у нас сидят эти лягушки. Ну, ладно, не важно. Все, кстати, самая интересная будет вещь. Открывай. Я пока голый, да, потому что не хочу. Я 40% поднимаю. Смотрите. Это очень опасная ситуация. Он же поднимется и прям сюда влетит. Когда я играл первый раз, он прям в меня влетел и убил. Прикиньте. Надо быть очень осторожным. Очень. А я такой первый раз взгляну, такой, вау. Какой-то он поднимается и прям на меня упал. Так, душа. Здесь ничего интересного нет у нас. Сейчас будет еще один NPC. Когда я играл в прошлый раз, я вот неправильно сделал, что я его освободил сразу же, да? Вот за тот рычаг не нужно нажимать. Не надо его освобождать. Вообще, к этому NPC нужно подходить полным. Он даст вам задание, нужно будет убивать людей. Так, ну пока мы к нему, наверное, не пойдем, потому что нужно быть полным. Просто так подыхать. Сейчас ничего интересного нету. Здесь вроде не пройти, да? Так, я вот не помню, какого пройти. Вот у нас комната. Вот не помню, что есть ли здесь враги или нет. Я знаю, что наверху есть жаба, да. Ну я говорю, вот единственный минус этого оружия, что он тупо делит атаку на количество ударов. Тупейшая логика. Тупейшая логика, просто тупейшая логика. Интересно так сделали зеркала. А, ну вот она, мразь. Ну давай. Слушай, я все попал по броне. Ну, смотрите, да? Урона никакого. Сработал крит. При том, что у меня оружие уже апгрейджено почти до самого конца. На колени. Угу. Что ж здесь написали-то? Не останавливайся толстяк. Ну, я хочу еще. Угу. Хорошо, да. Что у нас здесь? А, ничего. А, вот у нас здесь, да, есть что-то. Давай, дружок. Если я сделаю вот так. Ой. Вау. О, так тебе еще. Все равно, да? Нормально. О, видите, какой дамаг-то. О, 755. Я отнял у него, да? Смотрите, за сколько там? За три прокаста. 755. Северное ритуальное кольцо. Ко мне шикует дракон. Вот там кости нужны, да? Так, северное ритуальное кольцо. По-моему, оно добавляет царя. Да, смотрите. А, это вот ритуальное кольцо. Это я брал, когда проходила. Как же называется? Грешница, помните? Там вот за стенкой. Иллюзия стенка. Вот эта фигня. Лежит три кольца одинаковые. Да хватит уже пить. Давай, иди. Блин, ты еще не все. Смотрите. Добро пожаловать в наш мир, друг мой. Сразу начинаю, да? Чтобы его атаку остановить. О, сработал крит. Там примерно крит, не знаю, там плюс 20 атаки. Ну, грубо говоря. Поэтому смысл у этого крита нет никакого. Ну и все. Ой, блин. Это у меня, извиняюсь. Забыл закрыть. Так, там, по-моему, нельзя пройти, да? Здесь комнаты у нас нет. Здесь мы все зачистили. Ну что ж, let's go. Убивать лягушку. Угу. Ну, я думаю, и так понятно, что нужно делать. Ну, давайте. У нас много веток. Неприятный персонаж, конечно. Ой, как неприятный. Он на меня упал. Молодец. Красавчик. Теперь я должен тебя убить, да? Вот если он схватит, да, будет очень больно. Поэтому нужно хп держать на максимуме раз. Попробуем со спины зайти. Не, не получается. Тогда надо ждать, пока он упадет. Другого варианта нет. Пропустил, братюня. А-а-а. А, убивают. Ну, падай, упади на меня. Ну, пади же. Что ж ты кривляешься? О, видите, какой дамаг идет хороший. О, критуля сработала. Молодец. Так, все. Теперь уже стало опасно как-то. Сядь на меня. Сядь. Не хочет он, видите, падает. Не хочет. Так, выпала маска служителя дракона. Маска. Так, где она что-то? Я не понимаю, как она выглядит. Ну, вот это вот. А, ну вот, да. 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 Полная шляпа. Что ж, идем дальше. Интересно, интересно. Let's go, let's go. Вот наша лягушка-клакушка. Мы сходим вот сюда вот. Нам самое главное дойти до костра следующего, потому что у нас уже все кончилось. Баффы кончаются, банка кончается. Постараюсь именно в этой серии сразу же убить босса. О, уголь вражды. О, уважаю. Хотя мы уже можем обузить уголь вражды. Нам еще нужно убить скрытого босса, не забывайте, который был в каминанте, этого, пилигрима. Ага, там у нас проход. Ага. Это куда-то другой проход. А, типа я мог не идти туда, а обойти здесь, да? И мог не юзать ветку блога. Ну, все равно это стоило того. Мое оружие уже ломается. Мо-мо-мо-моё оружие уже ломается. Поэтому мы делаем так. А, у нас же есть эта шляпа, да? Что ж, давайте используем хотя бы разок. Ну, мы не разок, уже второй разок. И еще раз используем. Ну, не, хватит. Ну-ка, жаба тупая, лови плюху. Мау. Нифига 500 тысяч хп снес. Ее лучше всего, конечно же, убивать, например, с помощью шелука. Я... Меня до сих пор удивляет. Жабу можно отравить. Кто бы подумал, да? Жабу отравить? О, сейчас будет вонять. О-па-па-па-па-па. Прокаст, прокаст. О, и сейчас повернется больно. Ну, это не сложно. Это называется мини-босс, кстати. Одноразовая шляпа. Как тебе мой прокаст? М? Псина. Ах ты пес. Давай, воняй. У меня крис работал. О-о-о-о. Фу-о-о. Ну, смотрите, да? Пока мы справляемся с таким оружием. Хотя это враг, конечно же, вообще нулевой. Подвижность жабы равняется минус одному. Собачки лаят в подъезде. А-а-а-а. Само собой, мы юзаем камень. Мы же не скупые. Я люблю, когда свет... Загорись, свет в моих очах. Так, у нас сейчас здесь будет... Посмотрим, сколько я буду дамажить этих мудаков. Сейчас посмотрим. Собственно говоря, я про вот это говорю. А-а-а, блин, за что? Не убивайте так быстро. Не, ну смотрите, да? Вообще ничего не продамаживаю. Нормально. Ну, таким типом, конечно, я буду долго убивать его. Нормально. Но все равно, видите, факт в том, что убиваем. Не знаю, можно, конечно, вкачать, например, кровотечение. Ну, блин, я не знаю. Не забывайте, что на боссов это работать не будет вообще никак. Хотя на юнитов будет хорошо работать. Прикиньте, да? Вы делаете прокаст. Прокаст делаете, и все. И там хп отнимать. Тем более, у меня еще есть перчатка. Вот это вот. Как... Перчатка бомжа, по-моему. Тяни, да? Где там увеличивается сила кровотечения. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, еще прокаст. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, нормально. Видите, по крайней мере, я говорю, реально, я убиваю. Самое главное. Давай, открывай дверь. Так, у нас здесь лежит плюха. Берем. Крышками фароса. Вот. Видите, молодцы. То есть, мы потратили ключ, мы его вернули. Здесь больше ничего нет, как я помню, да? Здесь у нас есть плюшка. Вот она, плюшка такая. Нужно нам сейчас отрегениться. И идем дальше. Давайте мы поменяем одну фигню. Вот это вот поменяем на шарики. Пускай будут шарики. Сейчас нам нужно будет здесь все зачистить. Как раз можем пробовать шариками. Так, во-первых, нам нужно убрать все доспехи. Ну и кольца тоже лучше убрать. Оружие, по-моему, не дамажится, когда вы в этой фигне. Видите, да, оружие не дамажится, правильно. Вообще ничего не отнялось. Далеко, что за шо? О, тихо, 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 тихо. Тихо. А че ты так далеко так заходишь? Лайс. Все, я впадаю в бешенство. Я впадаю в бешенство, все. Проказ, 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 проказ. Осторожно, хилка. Проказ, проказ. Да проказ, проказ, проказ. Да. Хотя, нормально. Была волейбарда, ну ладно. Все, поднимаем плюшки. Большая душа. Да, здесь, по-моему, что-то есть полезное, насколько я помню. Ключ даже, может быть, есть. А-а-а, ключ из ауди, вы видите? Аудио-центр. Камневшая кость, это хорошо. Эм... Эм, что? Кстати, я никогда не замечал, оказывается, решетки дамажат. Вы видели? Никогда не замечал. Да, но я просто не ударялся о них ни разу. Вот эти. А-а-а-а. Да, весело. Хорошо, делаем так. Теперь нам предстоит много забавностей. Нам сейчас нужно будет ломать всякие стенки. Ну, это мы будем делать при помощи других. Вот наш друг, во-первых. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Опять же, когда вы их убиваете, там, по-моему, есть шанс, что выпадет маска, да, или что-то еще выпадет полезное. А-а-а, окаменевшая кость из них выпадает. Так что, если вы будете фармить окаменевшую кость, убиваете вот этих вот служителей дракона. Но вам нужно будет, само собой, одеть одежду для этого, да? Ну, чтобы шансы увеличить, потому что шансы выпада очень мелкие. Когда на НГ плюс играйте, здесь будет еще один юнит. Здесь его нету. Здесь будет фантом. Сейчас наша задача... Зачистить всю территорию. Кстати, еще минус этого оружия какой? Как я уже сказал, атака разделяется, когда вы делаете сзади, да, бэкстеп, то есть... Делаете сильную атаку в спину, да? Там атака такая слабая, даже сильно назвать нельзя. Дяденька, подождите, подождите, не убивайте меня, пожалуйста. Там такая атака нулевая. Нормально. Ох ты, смотрите, а. Живучая показалась, тварь. Но у меня слишком сильный прокаст. Однажды я убью ее. Нормально. Ну, видите. Можно пробовать сейчас сделать вот так. О! У меня колец нет. Смотрите, как интересно. Мы поставим вот сюда это. Вот видите, еще минус этого оружия, что оно очень быстро ломается. Кстати, да. Дометьте. Из-за того, что мы бьем по миллиону раз вот по одному человеку, она очень быстро ломается. Четыре кольца защиты жизни, да. Еще давайте попробуем тогда поиграть немножко с каменным кольцом. А, блин, ладно, у нас нету слота. Он с кольцо клинков. Видите? Я еще при этом ношу кольцо клинков. Смотрите, 51 атака, если мы уберем 26. Вы видите. То есть, получается, 25 прибавляет. Да, да, все правильно. 25. И потом на третьем, на втором левеле, ну, третий левел, получается, кольцо клинков плюс 2, это будет третий левел. Прибавляет плюс 50 атаки. То есть, если бы еще не было кольца, я бы еще меньше дамажил. Так что на заметку, если вы будете собирать такое оружие, да, то это кольцо обязательно вам нужно. Потому что каждая атака стоит миллионы, миллиардов. Так, что ж ты развонялась-то, а? Так, осторожно. Кстати, его можно не убивать. Можно просто сбоку обойти, как нормальный человек. Но мы убьем, потому что за него дают 3400 душ. Это халява. Большая душа отважного воина. Хорошая касса, я тоже люблю, здесь помогает. Я уже много раз помогал убивать финального босса. Как ни странно. Да. Open the door. Сейчас он сломает стеночку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, неплохо так продамажил. Вот такой захват, да, он кончается чаще всего очень печально. Плачевно даже. Ладно, сейчас нужно сделать нам одну неприятную вещь. Нам нужно сломать стенку. Блин, он еще... Только не иди сюда, пожалуйста. Вот, видите, он стенку сломал одну. Дальше не нужно идти, братьюня. Просто не иди. Все-таки он сломает клетку, да? Ладно, да. Клетка сломана. Поэтому мы сделали немного по-другому. Все, он задачу свою выполнил. Он сломал одну стенку. Хотя там была дверь, но ладно, пускай будет так. Но лучше ломать другую стенку другим юнитам. Блин. Опять и появилась мразь. До свидания. Все, пока. Видимо, хотела обратно залезть. Так, ну эту мразь придется меня все-таки убивать. Да, без нее никак. Неприятный персонаж, конечно же. Но до этого мы трогать не будем. Будем убивать вот этого. И будем агрить того. И все, профит. Ну давай, братьюня, что ж, убивай меня. Оп. Ну. Опа. Самое неприятное, когда он бьет хвостом. Кстати, много раз наблюдал, когда он в клетке его начинает бить. А в клетке, видите, минус в том, что некоторое оружие не может бить через клетку. Она попадает по перекладине, да? И вот, когда меня вызывали фантомом, я просто стою тупо и смотрю, как дебил пытается его убить. Ее, наверное, минут 10 там стреляют стрелами, там, пытаются как-то попасть оружием. Я думаю, что за бред. Ты что, наркоман совсем, что ли? Ты с дуба рухнул. Ну, ну, вот это вот, теперь рельс нам нужно будет открыть. Мы уже одну открыли. Как там дверь? Там, по-моему, еще секретка есть. Я вот не помню, она пострелить будет. Ох, обнимашки мы не будем. Давайте побьем немного его. Все равно нам лучше будут его потом убить. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Проказ, проказ. Ход. Ну, давай, братюня, давай. Ух. О-о-о-о. Нормально. Пойдет. Так, осторожно. Ну, все. Ох, да, плохо прыгнул, согласен. Очень плохо прыгнул. Блин, сейчас ударит, и там жаба вылезет. Молодец. Заметьте, да, что он сам бьет по этой жабе. То есть, по сценарию положено было. Да отвалить. О, как плохо. На. Из этой жабы, видите, из нее выпадают разные камни. Камень кровотечения, яда и так далее. Потом камень грозы, чтобы зачаровать оружие. Open, open, open. Это все нам нужно делать только один раз. Заметьте, все-таки вот ломать стенки. Ага, говорит, потом мы этого не будем делать. Мы просто будем пробегать и сразу идти на босса. Там еще стоит тоже один человек. И вот, где-то здесь, по-моему, тоже есть еще один проход. Я вот не помню точно. А, это не проход. Все, все, мы открыли этот проход. Вот они, видите, это... Не все замечают, это вот гиганты, вот мертвые. Обычно, когда входишь, не обращаешь внимания, что здесь лежит. А это гиганты. Ага. Ну и все, собственно говоря. Мы открыли все, что нужно было. По-моему. Там может быть еще одна стенка. Ну ладно, все, идем дальше. Пока я дойду до босса, я уже все фляги, да, истрачу. Это плохо. Поставим вот так. Так, эту дверь мы открываем сами, но следующую дверь уже мы сами не открываем. Мы подходим и уходим. Кстати, когда он так прыгает, да? Мрася. Да, убил, видите? Фу, хп забрал, тваря. Тупая. Но, без разницы, он нам не нужен вообще никак. То есть нам, мол, убивать не надо. Ну, и вы сами видели, да, что он не должен был схватить-то все-таки. Он не должен был схватить. Ладно, все, мы сейчас идем на босса, значит. Да ладно, пойдем без магии. Зачем мне магия? Какая магия? Видите, я качал интеллект только, чтобы увеличить атаку с оружием, и все. Вся магия. Боссик. 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 Пробегаемся аккуратненько. Никого трогать мы не будем, потому что мы уже их убивали. Смысла убивать по 40 раз никакого нету. Здесь у нас уже есть проход. Ага. Давай, братюня, все. Уже появится дух, как всегда, да? А, он не появится. Если бы, кстати, мы освободили того NPC, помните, в начале, да? Этой карты. Они сейчас должны идти обратно. Вася, давай. В начале карты, который был за магическим барьером, да? Магическая стена. Если бы мы его освободили, он бы нам еще мешал на шести локациях. То есть, его бы дух приходил, красный, мешал бы нам. Поэтому мы его не освобождали, в принципе. Будем без магии. Давайте так. Ну что ж, West Girl. Даже мультика не показали. Попробуем с этим оружием. Так, задел, задел. Молодец. Знаете, когда он взлетает, да? Чтобы, например, стрелять огнем. Всегда просто идите на край. Все. И вы будете бессмертным. Он вас никогда не достанет. Он всегда стреляет, в основном, в середину карты. Ну, локации в середину. Да, братюня? Все, взлетел опять. Кстати, да. Он очень часто будет взлетать, сразу говорю. Шаром он может в вас попасть. Шаром, да. А вот именно... Тварь тупая. Так, все, нет у меня больше. Осторожно, осторожно. Давай, огонь. Молодец, братюня. Не, вы посмотрите. Это более-менее дамажит. Кстати, когда вы стоите у ног, он взлетает. Видите, да? Он тоже дамажит. Когда он прыгает туда, он до вас никак не достанет, если вы будете стоять у края. Видите? Огонь никогда не достанет. Давай, тварь тупая. Ах ты, мразь, а. Ну, видите, я не могу отступить, пока я не закончу прокаст. Это вот проблема. Уходи. Так, к краю идем, к краю. Заканчивайся, бежим на него. Ну, все, братюня, я... А, блин, у меня нету выносливой. Да, да. Эх, что-то как-то слишком легко, господа, вот реально. Что-то слишком легко. И хороший дамаг, что, возможно, у него уязвимость именно к магии, когда мы смазывали оружие магией. Но, не важно. Все, убили. Дальше будет хорошая локация, очень хорошая, самая лучшая локация для фарма камней титана. То есть, там очень много ящерец, по-моему, 9 ящерец, там 3 дракона и так далее. Слушай, вот здесь мы все сделали, да, можем идти дальше. Заметьте, голый, абсолютно голый. Никаких доспехов я не одеваю. А, кстати, можно что-нибудь попробовать одеть. На 31% веса, да. Очень такое легкое. Ну, например, можно надеть вот это вот, капюшон заключенного. Пускай нам будут выпадать разные итемы. Кстати, я крит не одел, точно, блин. Очень много он, конечно же, весит. Смотрите, 35%, а с критом будет 43%. Не, я не хочу крит одевать. Вон-ка. Нет, не заклинание, давайте отпадение. Где-то было отпадение, фигня. Вот, вот, давайте оденем это. Все, нормальная одежда, все. Одежда бомжа. А, как я уже говорил, в этой игре, да, в принципе, и в многих играх решают, в первую очередь. Смотрите, да, кошка, видите, да, у меня иконка вверху слева. То же самое, когда мы одеваем кольцо кошки, так как же появляется фигня. Так что, эта иконка не от кошки, а именно от способности уменьшения урона от падения. Все, вот наша локация. Эту девушку нужно ее убить. Ладно, не будем убивать. Вот, аплодируем. Дала нам старое пирож. Что же это такое? Абсолютно то же самое. Ладно, потом расскажу. Все. Собственно говоря, она немногословная. Это абсолютно то же самое, что косточка возвращения, но она бесконечная. Вот и вся разница. Поэтому мы ставим в этот слот и наслаждаемся. То есть мы можем просто бесконечно телепортироваться к костру. Это очень хорошо. То есть мы не будем бегать на дистанции. Все. В этот костер, запомните, вы будете кидать уголь вражды. Бесконечно. Чтобы, это, респавнили все ящерицы и драконы. Также здесь одно из самых сильных оружий, это зуб дракона, да. Это оружие дубина. Вы кидаете уголь вражды, будете респавниться, зуб дракона будет респавниться. Я в прошлый раз играл, у меня там было около пяти зубов дракона, прикиньте. Забавно выглядит. Я потом покажу, как он большой. И когда вы держите там в двух руках. В двух руках, в двух руках. Ну я француз, я уже говорю, я пузуюсь. Или держите зуб, короче, в руке и за спиной еще один висит. Такой бред. Я прям... Это смешно. Вам не смешно, наверное, но это смешно по идее, по замыслу, по моему замыслу, это смешно. Ладно. Все, идем дальше. Мы убили босса, идем дальше, дальше, дальше. Мы проходим игру, дальше проходим игру. Хорошо, что мы не выпустили того мужика, он не будет нам мешать. Хотя, он одноразовый, его фантомы, по-моему, одноразовый. Вот эти, да, мрази, они взрываются и наносят урон вашей одежде, да. Ну, кольцам и вашей одежде, оружия нет. То есть они ломают ваше снаряжение. Ну, давайте, мы не пропустим ни одного дракона. Я буду их потом фармить в любом случае. Здесь будут ящерицы. Они сначала убегут, но потом их лучше всего убивать в магии, я говорил. Так, красота моя неземная. Как же тебя убивать-то? Давай подумаем. Вот он, что будет больно дышать. Поэтому мы, в принципе, по логике сразу давайте поставим колечко. Вместо какого поставить колечко? Вместо этого давайте поставим. Кварсовое. Нет, мы не будем ставить, смысла нету. Не будем его ничего ставить. Все, побежали. Попробуем. Хотя бы глянем в дамаг. Пау-пау-пау-пау. Ну, потихонечку. А я говорю, видите, вот смысл этого оружия, это потихонечку грызь, грызь, грызь. Заходим, это, из попы, да? Эй, попа. Видите, как кипишут, я не могу даже обойти. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Дальше будет... Блин, что-то я так быстро его убил. Ну-ка. Все-таки хочется мне эту фигнюшку. Давайте оденем, не зря же я все-таки ее брал. Вот, окаменейшая кость дракона. Здесь у нас будет много тараканчиков, но я сам потом их убью, потому что сейчас мы их не убьем никак. У меня нету магии даже. А, их, кстати, еще хорошо убивает шариками, я вспомнил. Смотрите. Делаем так. И бежим, 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 бежим. Опа. Это баг. Это какой-то баг. Блин, а... Твай, это не честно, но это баг. Ладно, а потом я ее убью. По идее, шарики должны были попасть. Там, по-моему, еще одна есть, да? Смотрите, сейчас еще раз покажу. Я вот так фармиваю их всегда. А, есть ничего у нас нету. Вот он, зуб дракона лежит. Это яйца ломать, да? Их тоже опасно, они ломают снаряжение ваше. Ну, мне можно. А-а-а-а, зуб дракона. Вот он, зуб дракона, я про него говорю. Отличная дубинка. Ну, как отличная, опять же. Она очень медленная. Один удар примерно 45 минут. Там еще яйца. Там мы были. Камень темной ночи. Вот здесь, да, будет еще. Смотрите, успею. Все, профит. Большой осколок, окаменевшая кость, грубый камень. Все, идем дальше, собственно говоря. Вот, мы уменьшили урон от падения как раз. Сейчас я выключу, подождите, вентилятор. А только инсионеры, вентилятор, это слишком жестко. Ладно, посмотрим, что же мы взяли. Мы взяли... Вот. А, зуб дракона. Ну, неважно. 300 атаки. 300. Вот такая вот ерундушка, смотрите. Вот берете... Не, призы, посмотрите, он неплохо так бьет. О-о-о-о. О-о-о. Неплохо, кстати, я потом подумал. А, ну, двумя руками он будет медленнее бить, да? Ладно, неважно. У нас сейчас есть оружие пока, а это оружие нас ни разу не подводило. Дальше у нас сейчас будет слева опять взрывной парниша. Ой, ой, я забыл оружие взять. Ну, видите, я его забил кулаками до смерти. Это одна из моих любимых локаций. Веселая локация, кураж, веселье, забава. Там сейчас будет еще один взрывной парниша. Я потом уже сам зачищу обязательно территорию, то есть убью всех жучков. Само собой, да. Сейчас будет еще один дракон. Дракон, дракон, дракон. У меня есть еще одна, да? Так, там есть ящерка. Нифига, он достал, мразь, смотрите. Да, да, давай, еще, еще больше. Я хотел убить ящерку, но придется убить тебя. Сработал крит. Все, нет у меня больше выносливости, братюня. Ну, по-моему, хп нету. Само собой, его легче всего убивать, стоя у него в заду. Поднимай свою ногу, давай. Мы танцуем, гули-гули-гули. Вау, 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 вау. Я тебя еще не убил? Ты должен умереть с одного удара. Так, теперь делаем вот так. И бежим так. Все. Профит. Окаменевшая кость дракона рожденного. Больше у нас этой фигнюшки нету, мы не можем больше развлекаться. Давайте поднимем плюшки. Поднимем плюшки, которые мы видим, да? Но здесь еще есть где-то, которые мы не видим. Вот тебя я уже не убью. Потому что тебя я не люблю. А, я же убил ее, блин. Ладно. Здесь, по-моему, еще должны быть две ящерицы. Вон еще одна. Ну, блин. А, убил, смотрите. Даже текстура не спасла его. Мы уже потихонечку подходим к другой локации. Кстати, на этой локации, да? Здесь всего лишь один костер. Это вот важно. Блин, я немного отвлекся, ладно. Эм, ну ладно. Братюня. Придется тебе погибнуть. Ты должен понять это. Это было слишком жестко. Я попал по нему? Да, попал немножечко. Ты слишком уязвим для меня. Слишком. Я раздавлю тебя, как прыща. Нет, успел, смотрите. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу. А, блин, он меня сплющил. Что мне делать? На, на. Ну еще, еще проказ. Нормально, все забрал. Даже с таким оружием, вы видите, мы что-то можем делать. Поэтому я вот вам советую. Когда выбираете оружие, не заморачивайтесь. Захотели такое оружие, возьмите и попробуйте с ним играть. То есть не нужно там преждевременно думать, типа, вот оружие говно, не буду с ним играть. Попробуйте сначала просто поиграть, да? Если вы чувствуете, что оно слабо дамажит, то поменяйте в любой момент. Скажи, я хочу тебя убить, да, мразь, а? Сдохни, сдохни, сдохни. А, блин, выносливости нету. А, о, Крис работал, кстати, смотри. Не, нормально, нормально, можно забрать проказ-то. Камень огненного дрейка. В этой игре огромные проблемы с выносливостью. Кстати, мы с следующего кассы возьмем еще одно кольцо. Третье кольцо дракона. Это будет хорошо, это будет хорошо. Оно, по-моему, на 7,5 увеличивает, потом 12,12. Там разные показатели. Эээ, ой, ой, больно. Здесь есть внизу плюхи. Но если я их возьму, да, то оттуда вылезти уже нельзя, бой. Ты же дохлая? Ты дохлая, да, мы здесь были. Они выглядят настоящие, как живые. Ну, плюху взять надо, блин. Как же быть? Дилемма-то возродилась. Если я возьму плюху, мне надо будет опять сюда бежать заново. Там, по-моему, ключ фароса, да? Ну, я перемотаю для вас. Душа и, по-моему, ключ фароса. Да, это не стоило того. Ну, как не стоило? Мы собираем все, что можно. Офига, скорлупа на меня напала. Ну, давайте, что ж. Доюзаем и я перемотаю. А, у нас она есть. Вот она, чик-чик-чик, вот. Да? Ок. По идее, мы еще вернемся, и локация должна обновиться, к сожалению. То есть, меня она будет опять убивать. Вот мы видим оружие пердыщ. Тоже нормальное оружие. Давайте мы сейчас глянем немножечко. Обновилась локация? По-моему, обновилась. Обновилась. Ладно, я перематываю. А-а-а. Смотрите, сколько вкусняшек-то, а? Блин, так, не спалится. Офигеть. Смотрите, сколько ящерец на одном месте. Хотя, в прошлый раз мы были здесь. А-а-а. Блин, все обновилось, а мое... Короче, забейте. Все обновилось, а я не восстановился от костра. Офигеть, вот здесь много-то, а? Так, одна убежала. Ладно, пофиг на тебя. Убил? Ну, давай. А-а-а. Ни разу не попал. Ну, ладно. Ну, легко бы забрали, если бы были у меня... Наводящиеся сгуски души. Пойдемте по-бырому дальше. И мы же как раз успеем дойти до следующего костра и закончим на этом. Мы, в принципе, сделали много, да. Мы прошли две локации. Заметьте, полностью две локации. Давай, друг, где ты? Хо-хо. Хо-хо. О-о-о. У меня много ударов. Пвп реально, кровотечение, конечно, вообще так зарулит. Опа-оп-оп. Золотая смола. Тоже не забывайте, что можно просто покупать смазки, да, чтобы оружие не портить, например, чтобы не зачаровывать кровотечением, да, и не отнимать его в атаку. Где же мы его убили, мы всех убили. Можно просто оставить оружие, каким он есть, таким, какое оно есть. Да? И просто зачаровать именно смазкой кровотечение, да, 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 вот она есть. Там бутылка, по-моему, должна быть. Вот она. Вот она. Сыворотка. Сыворотка. Добавляет эффект. И все. И так же с ядом. То есть, чтобы не тратить атаку оружия, вы просто оставляете обычным оружие, берете яд и зачаровываете, смазываете. Профит. Все, мы все ближе и ближе к нашей цели, сын мой. Вот, мы здесь убили с прыжка, с вертухи в щи. Там еще одна ящерка, да, ну ладно. А мы подходим все ближе и ближе к концу. Если я возьму прыжок, сделаю сюда, там плюшка. Ну, я лучше потом я сам подберу, да. Вот если бы мы того мужика освободили, да, в прошлой локации, он бы сейчас здесь вот напал на нас. Он бы здесь появился как красный дух и напал бы. Ну, в принципе, он несложный. Кстати, однажды я проходил, да, с кем-то дрался на мосту и на мост прыгнул дракон, прикиньте, и сломал мост. Я не знаю, какой шанс, что такое может случиться, но такое было. Просто реально, я шел так, да, с кем-то драться. Напал дракон, сломал мост и все, мы сдохли. Именно сломал, порвал пополам. Все, мы зажгли костер. Давайте отдохнем. Я вот не помню, какой же шанс, или вообще из-за чего это происходит. У нас было двое, может быть, нужно быть вдвоем на мосту. Вот именно в этом месте. Ну, давай, братюня, просто реально. Взяла напал дракон. Не, ничего не происходит, да. Ну, было так красиво, блин, вообще. Я удивился, я запищал. Просто запищал, понимаете? Начал пищать. В любом случае, мы уже сейчас подходим к концу, да. Будем заканчивать. Давайте немного постоим здесь. Побьем. Это называется бой с тенью. Ну, говорю, вот так смотришь, очень красивое оружие, да. Вот, типа, бьет много. Пил, 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 пил. А оно всего лишь разделяет атаку. Всего лишь. Ну, братюня, как же... Из-за чего же вы прилетели, а? Может быть. Знаете, из-за чего может быть? Из-за того, что я использовал уголь вражды и не всегда убивал дракона, потому что мне нужно было для чего-то, например, там, собрать ящериц. Да, их... Я собрал определенное количество и дальше пошел сюда. Может быть, если дракон остается, например, вон там, да, он прилетает сюда. Хотя нет, это, конечно, мало вероятно. А может, реально из-за количества народу. Блин, а я попробую... Я попробую кому-нибудь помочь Фантому. И мы встанем на мост там вдвоем. Ну, вот это было как раз, когда я дрался с Фантомом. Он был с другой стороны моста, а я с этой. Он зашел сюда и мост обрушился. То есть дракон напал. Прикольно, мне понравилось. Я обязательно это сделаю. Обязательно! Я просто зуб даю, Вася! Сейчас я буду здесь помогать, убивать босса, да? Буду помогать профессионально. И все, в принципе, буду разные, да, оружия собирать и так далее. Шоу, 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 шоу. Ну все, давайте закончим. Я думаю, хороший был выпуск. Очень полезный. Да, две локации прошли. Убили очень много драконов. Так что я... Как же там он в Скайриме назывался? Блин, я не помню. Нет, не Дранглинг. Не по-другому. Драконоборец. Он по-другому назывался. Избранный, который был. Ну ладно. Хорошая локация. О, привет, братьюня. Ты же клоун, да? Скорее всего, он фармит какую-то одежду, видите? Да, да, видите, у него шапка клоуна и куртка. Он фармит что-то себе. Я попрощаюсь с вами прямо на мосту. Нужно, по-моему, где-то в этом месте стоять. Вот именно в этом месте, чтобы обрабатывал здесь вот обрушился мост. Ну все. Давайте я повернусь. Все, давайте до следующего выпуска. Нет, немного не то, по-другому сделаем. Все, до следующего выпуска. Пока! Пока! Кстати, у него маска, как у Скорпиона. Смотрите, типа Скорпиона реально такой.